Более двух тысяч военнослужащих, 27 единиц техники в составе механизированной колонны. Так в Самаре встретили парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Главное событие мая для всей страны, Парад Победы, начался с традиционного прохода военнослужащих из разных соединений частей Министерства обороны России. По площади прошли 28 парадных расчетов. По традиции с трибуны к военнослужащим и самарцам обратился губернатор Дмитрий Азаров. 9 мая – священная для каждого из нас дата. День, который отвлекается к сердцу радостью и болью. Борюсь междучисленных потерь и великой гордостью за силу, мужество и стойкость героического поколения победителей. После прохода войск на площадь Куйбышева вышла техника. Механизированную колонну возглавил легендарный танк Т-34. Этот макет создали специально для участия в реконструкциях различных исторических событий. Следом прошли современные образцы вооружения. Реактивная система залпового огня БМ-21 «Град», пусковые установки ракетного комплекса «Искандер», боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-82А. После проезда современной бронетехники на площадь выехали 62 ретро-образца. Таких машин было изготовлено всего 36 штук. И один экземпляр мы видим сейчас на площади. Сразу после военного парада стартовал бессмертный полк. В очном формате впервые за два года. С 2020-го из-за ковидных ограничений акция проходила в онлайн-режиме. В этот раз количество желающих присоединиться было огромное. По всей Самарской области приняли участие более 170 тысяч человек, в том числе и первые лица региона. Торжественная часть завершилась традиционным возложением цветов к мемориалу на площади Славы в память о погибших героях Отечества. Михаил Ермоленко, Василий Колдашов, Николай Сидоров. События.